Привет, друзья! С вами я, Михаил Сыркили, и новый выпуск «Ноктлайв». Около кремлевские политические проекты в Молдове активизировали свою деятельность. Блок коммунистов и социалистов вместе с партией «Шор» начали череду протестов на этой неделе. Протестуют они против инфляции, роста цен и требуют отставки всех, кого можно. Правительство и президента, председателя Нацбанка, главы Наре, а также требуют проведения досрочных парламентских выборов. В прошлом году Игорь Дадон и партия «Шор» изо всех сил упирались против проведения досрочных парламентских выборов. Помните, даже вводили фальшивый режим чрезвычайного положения и отменили выборы в Народное собрание Грузии. Одним из аргументов Дадона против досрочных выборов была экономия средств в прошлом году. Год назад он говорил, что в такое непростое время лучше бы эти средства потратить на нужные государства. Год прошел, Молдова проходит через беспрецедентную очереду кризисов, вызванных войной в Украине и газовым шантажом России. Но Дадон требует досрочных выборов. У него своя повестка, ну или у его кураторов. По его прогнозам, которые, к слову, никогда не сбываются, пик кипения общественного недовольства настанет осенью. Интересно, на чем он основывает свои прогнозы? Неужто на предсказаниях бабки из-за тулей, гадающей на яйцах? При этом почетный председатель ПСРМ открыто признает, что людей на протесты надо вытаскивать. Но в следующей же фразе говорит, что ждет, когда народ позовет его на протесты. Народ вытащить на протесты должны лидеры, должны партии. Я вам скажу, как есть. Народ сам на протесты не выйдет. Вы таковым себя не считаете сегодня? Я считаю, что я это могу сделать. Я считаю, что когда придет время, я это сделаю. То есть сейчас еще не время? Я считаю, что вот есть лидеры партии, там социалистов, коммунистов, там кто-то еще. Пусть они принимают решение и что-то делают. Но если народ позовет, либо коллеги позовут, мы это можем сделать. Мы знаем, как. Мы организовывали сотни протестов. Так он организует протесты или ждет, чтобы кто-то организовал другой? Додон не был бы Додон, если бы не противоречил сам себе. Я ты там. Если перевести с Додоновского на человеческий, то это означает, что Додон и его кураторы хотят протестов в Молдове, но идея протестов в обществе не поддерживается. Даже среди сторонников партии, не говоря уже обо всем обществе. Да, повышение цен в Молдове это огромная проблема, на которую власти могут очень ограниченно влиять в условиях рыночной экономики и войны в соседнем государстве, в Украине. На то она и рыночная экономика, чтобы у государства было меньше возможностей вмешиваться в вопросы ценообразования. Если государство будет в ручном режиме управлять ценами, тогда может возникнуть дефицит. Колбаса будет стоить 2,20, но ее либо не будет на прилавках, либо ее будут производить из туалетной бумаги. Мы это уже проходили. На рост цен влияет ряд факторов. В случае с Молдовой эти факторы внешнего происхождения. Таких факторов два. И не замечать их, это все равно, что не замечать слона в комнате. Первый и самый главный фактор это агрессия России против Украины. А второй фактор это газовая война, которую развязала Россия. И война в Украине, и газовая война длятся не первый год. Война в Украине длится с 2014 года. Но с 24 февраля этого года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Полномасштабная война в Украине сказалась на всех сферах жизнедеятельности. Не только Украины, но и стран, чья экономика была связана с Украиной. Украина не маленькая страна, чтобы мир и ее соседи не замечали агрессию против нее. Это страна с населением в 40 миллионов, которая играет важную роль в региональной экономике. Состояние дел в Украине очень сильно влияет на весь регион и особенно на Молдову. У нашей страны два соседа, Румыния и Украина. Положение дел в Украине не могло не сказаться на Молдове. Это очевидно. Плохо в Украине, плохо и нам в той или иной степени. Как показала практика, состояние дел в Украине в значительной степени влияет на состояние дел в Молдове. Наша страна импортирует широкий спектр товаров и услуг из Украины. В области медицины, продовольствия, медикаментов, машиностроения, энергетики и так далее. Наша экономика завязана на логистические цепочки, связанные с Украиной. Например, порты в Одессе и в Одесской области, откуда в Молдову до войны поступал ряд товаров. 13 мая председатель Нацбанка Молдова Октавиан Армашев представил очередной прогноз инфляции. По его словам, во втором квартале по расчетам Нацбанка инфляция составила 29,8%. В третьем 31%, а в четвертом 28,4%. Таким образом, по прогнозам Нацбанка, среднегодовой уровень инфляции достигнет 27,3% в нашей стране. Это не самый высокий показатель за всю историю нашей страны. Осенью 1999 года инфляция достигла 53%. Основной причиной стремительного роста цен глава Нацбанка назвал войну в Украине. По его словам, именно война привела к росту цен на энергоресурсы и на продукты питания. Глава Нацбанка при этом отметил, что экономика Молдовы маленькая и открытая, а большая доля потребительской корзины населения приходится на продукты питания. Еще одним фактором, повлиявшим на резкий рост инфляции, стал, по словам Армашев, стало несвоевременное увеличение регулируемых тарифов на коммунальные услуги и на проезд в общественном транспорте. Из-за того, что тарифы держали на таком низком уровне, нынешний их рост оказался очень большим, заявил Армашев. Тарифы надо повышать тогда, когда есть возможность. Тарифы – это та сфера, на которой спекулируют популистские правительства и политические партии. Очень долго в Молдове на очень низком уровне держались тарифы в различных секторах экономики. Например, тарифы на общественный транспорт. Искусственное сдерживание тарифов приводит к тому, что целые сектора экономики не развиваются, а долгая стагнация может привести к исчезновению этих секторов экономики. У Молдовы нет возможности сдерживать тарифы и цены, поскольку мы полностью экспортируем такой важный ресурс для экономики, как энергоресурсы – газ, нефтепродукты и электричество. Мы производим 20% электроэнергии, и то используя импортируемый природный газ. Особенно остро эта зависимость ощущается в условиях региональных и глобальных кризисов, коим, несомненно, является война в Украине. Наша страна могла лучше подготовиться к таким кризисам, например, диверсифицировать источник поставки энергоресурсов. Но имеем, что имеем. И даже это не повлияло бы на цены, или вернее не сдержало бы цены, а повлияло бы на наличие или отсутствие энергоресурсов. Цены на энергоресурсы зависят от цен на мировом рынке. Сейчас они очень высоки по причине той же войны в Украине. Российское вторжение привело к тому, что Украина остановила поставки из своих портов, которые экспортировали огромные объемы растительного масла, а также зерновых, таких как кукуруза и пшеница. Например, после оккупации Херсонской области российская армия вывезла все запасы зерновых и сельхозтехники из Херсона. Зерно, которое Россия своровала у Украины, должно было поставляться Украиной в рамках ее обязательств перед третьими странами, например, странами Ближнего Востока. По данным ООН, мировые цены на продукты питания сейчас почти на 30% выше, чем в прошлом году. ООН предупреждает об угрозе возникновения голода в ряде стран мира из-за ограничения поставок продовольствия из Украины. То, что рост цен связан с войной, которую развязала Россия, понимают даже люди, далекие от экономики. Также они понимают, что протестовать против молдавской власти в сложившейся ситуации бессмысленно. Логичнее было бы протестовать у российского посольства против действий России в Украине и требовать прекращения войны. Но как же прокремлевские элементы в молдавской политике будут протестовать, извините, против Кремля? Их же не для этого создавали и поддерживают. И логики здесь искать не надо, ее здесь нет. Россия развязывает войны, манипулирует ценами на газ и использует своих агентов в Молдове, чтобы свалить все на тех, кто в этом не виноват. Но только не на Кремль и на Путина. О том, что повышение цен связано с войной, говорят и молдавские производители, которые подняли цены на товары. Например, хлебозавод Мелина в Тараклии повысил цены хлеба на 10-17%. Менеджер хлебозавода объяснил повышение тем, что из-за войны в Украине нарушилась вся логистика. Теперь поставки идут из Европы и стоят дороже. Привезти ржаную муку, например, из Беларуси стоит 8 тысяч евро против 2-3 тысяч из Украины. Эксперты в экономике говорят, что инфляция в Молдове является импортированной, то есть возникшей в связи с повышением импортных цен. Война в Украине спровоцировала рост цен и рост уровня инфляции практически по всему миру. Например, годовая инфляция в США по итогам февраля достигла 7,9%. Это максимум за последние 40 лет. Рост инфляции произошел и в других странах Европы, соседях Украины и зависимых от российских энергетических ресурсов. По данным Trading Economies, инфляция выросла в Эстонии, Латвии, Польше, Румынии, Чехии и Болгарии. Правда, не так значительно, как в Молдове, но у большинства этих стран, членов ЕС, экономика намного сильнее, чем у Молдовы. И политическая ситуация стабильнее. Например, уровень инфляции в Турции превысил 60%. Но коммунисты и социалисты отрицают влияние войны на ситуацию в Молдове. Например, коммунист Олег Рейдман назвал враньем аргументы о том, что цены в Молдове выросли из-за войны. Так называемые оппозиционные левые партии в Молдове не называют истинную причину кризиса и инфляции в нашей стране. Я говорю так называемая оппозиция, потому что парламентская оппозиция в Молдове искусственно поддерживается Кремлем. Как в случае с социалистами и коммунистами. Убери поддержку из Кремля, от них ничего не останется. Есть еще и оппозиция в виде партии Шор, обслуживающая интересы беглого депутата Илона Шора, по которому тюрьма плачет в прямом смысле этого слова. Эти партии не продвигают интересы Молдовы. Они работают только на интересы России и местных коррупционеров в ущерб национальных интересов Молдовы. Одним из примеров является тот же газовый кризис. Россия использует свои энергетические ресурсы как инструмент шантажа и политического влияния, о чем говорят во всем мире. Но про кремлевские элементы в Молдове те же социалисты не называют вещи своими именами. То, что наша страна столкнулась с серьезным экономическим кризисом, с провоцированным действиями России, пророссийская оппозиция в Молдове использует как возможность дестабилизировать ситуацию в стране. Нагнетает панику в обществе и пытается таким образом прийти к власти. Россия, как мы понимаем, играет в этом не последнюю скрипку, а является главной движущей и направляющей силой этого кризиса. Цель Кремля, понятно, свержение проевропейского правительства и установление у власти своих марионеток. Прокремлевские партии винят в росте цен правительства, но в то же время не предлагают никакой стратегии по выходу из кризиса. Они говорят, что правительство должно уйти. Но кто справится лучше? Правительство социалистов? Так мы же видели, как они справляются, а точнее не справляются с пандемией. Слабая молдавская экономика не готова к таким вызовам, как война. К этому кризису не готово прежде всего население страны, которое обнищало благодаря политикам, обслуживавшим интересы коррупционеров во власти, которые сегодня скрываются от молдавского правосудия кто где. Но мы не остались одни в этой сложной ситуации. Молдове помогают партнеры по развитию, Европейский Союз и страны Запада. И пока свободный мир вкладывает средства в поддержку граждан Молдова, Россия вкладывает деньги в коррумпированных молдавских политиков, задача которых дестабилизировать ситуацию в нашей стране, в том числе посредством таких вот искусственных протестов и для того, чтобы привести население страны в еще большее бедственное положение. Прокремлевские партии протестуют не только против роста цен, но и обещают защитить нейтралитет Молдовы. Нейтральный статус нашей страны закреплен в Конституции и изменять его никто не собирается. Но для шоровцев и блока коммунистов и социалистов это, видимо, не имеет значения. Депутат партии Шор Марина Таубер, например, даже обещала бороться за этот статус. С кем конкретно она намерена бороться за нейтралитет Молдовы, она не уточнила. Возможно, речь идет о борьбе с логикой. В социальных сетях задаются вопросом, не чувствует ли себя неудобно депутат, приехавший на шикарном автомобиле на протесты с лозунгом «Дайте людям жить». Например, как депутат блока коммунистов и социалистов Олег Рейдман, машина, на которой он разъезжает в десятки раз, превышает его годовой доход в должности депутата парламента. Почему Игорь Дадон и другие пророссийские политики, в том числе и из Гагаузии, которых достали из Нафталина вроде Фармузала и Бургуджи, вдруг в едином порыве завели шарманку с критикой властей, заговорили о досрочных выборах и пугают протестами. Выступление Фармузала в последнее время вообще выглядит как сюр и издевательство над здравым смыслом. Один из главных поборников дружбы с Россией, друг Рогозина и в бытность Башкана, заключивший кучу соглашений о дружбе и сотрудничестве с регионами России, которые, как показала практика, оказались бессмысленными, почему-то переехал жить в Германию. Живя в Германии, критикует ЕС и жизнь в Германии и не отвечает на главный вопрос, на какие средства господин Фармузал там обосновался. На сбережения? Какие? С 95-го года человек работал в органах публичного управления, сначала в должности зампремара Чадрунги, потом примаром этого города, а с 2006 по 2015 год работал башканом Гагузи. Один перевез семью в Германию, другой, как рейдмен, катается на машине, стоимость которой в десятки раз превышает его годовую зарплату. И оба рассуждают о повышении цен. Но это же какой-то сюр. Они, конечно, могут и имеют полное право рассуждать о состоянии дел в стране, но не таким же циничным образом, умалчивая о истинных причинах кризиса и защищая первоисточник этого кризиса. Так почему же активизировались прокремлевские элементы в Молдове? Молдова сейчас, как никогда, близква к получению статуса кандидата в ЕС. Европейский парламент рекомендовал Европейской комиссии предоставить Молдове статус кандидата. А это уже совсем другой геополитический расклад, не в пользу России. Россия проигрывает войну в Украине. Если бы в Молдове были лояльнее России власти, то, скорее всего, Россия могла бы начать наращивать свой военный потенциал на левом берегу Днестра, чтобы атаковать южную часть Украины. Если бы у власти был Додон, то, наверное, вместе с Лукашенко рассуждал бы, откуда на Приднестрое могло готовиться нападение. И, скорее всего, количество стран, поддержавших Россию на последней Генассамблее ОМ, было бы 5, а не 4. Молдова вполне, возможно, оказалась бы в такой славной компании стран, как КНДР, Беларусь, Сирия и Эритрия. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать сегодня. Делитесь этим видео, ставьте лайки, чтобы его увидело как можно большее количество людей. С вами был я, Михаил Сиркили. Увидимся в новом выпуске Нокта Лайф. Субтитры создавал DimaTorzok